Китай ограничит экспорт товаров двойного назначения в США в соответствии с собственными законами и правилами. Такое решение было принято в ответ на принятие Вашингтоном новых мер экспортного контроля в отношении КНР. Министерство торговли США расширило список китайских технологических компаний, которые подлежат контролю. В перечень включены многие производители оборудования, инструментов, используемых для изготовления компьютерных чипов и программного обеспечения. Китай принял решение ужесточить контроль за экспортом соответствующих товаров двойного назначения в Соединенные Штаты. Это разумная мера для защиты собственной безопасности и интересов развития. Я хочу подчеркнуть, что решимость Китая содействовать открытости на высоком уровне не изменится. Китай готов расширять диалог со всеми сторонами в области контроля за экспортом и совместно поддерживать стабильную и бесперебойную работу глобальных промышленных и цепочек поставок. Китай примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, учитывая шаги, предпринимаемые США, отметил представитель торгового ведомства. Почти все из 140 компаний, включенных Вашингтоном в список, базируются в Китае. Некоторые принадлежат китайским компаниям в Японии, Южной Корее и Сингапуре. США постоянно переоценивают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и предпринимают действия по запугиванию. 2 декабря они снова объявили о мерах по контролю за экспортом полупроводников против Китая, что серьезно нарушает правила рынка и международный экономический и торговый порядок. Это создает значительную неопределенность для нормальной торговли в секторе полупроводников и угрожает стабильности глобальной промышленности и цепочек поставок. Новые меры экспортного контроля США относятся к поставкам в Китай микросхем памяти с высокой пропускной способностью HBM – важного компонента для чипов искусственного интеллекта. Они могут еще больше ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить разработки в сфере искусственного интеллекта в стране. Торговая война двух крупных экономик продолжается. Повлияет ли это на развитие новых технологий в Поднебесной – покажет время.